Четыре дня, 16 сцен и десятки творческих площадок. 43-й Грушинский набирает обороты. В этом году программа фестиваля стала еще насыщеннее. Спортивные состязания, поэтические встречи и главные песни под гитару. В неповторимую атмосферу легендарной груши погрузилась Мария Акимова. Несмотря на погоду, первый июльский день на фестивальной поляне выдался жарким. Участники со всей страны продолжают съезжаться на Мустряковские озера. Поляна усыпана разноцветными палатками, почти у каждого в руках заветная гитара. Грушинский фестиваль зародился как туристический, а туризм – это спорт. Традиционные соревнования уже начались. Это меню футбол, пляжный волейбол и, конечно, различные эстафеты. Ну а в этом году любой желающий впервые может попробовать сдать нормы ГТО. Для экстремалов на поляне работают целых три скалодрома. Ну а те, кто предпочитает водные виды спорта, в предвкушении регаты на байдарках. Всего 18 площадок. Спортивная составляющая стала одной из самых важных составляющих на Грушинском фестивале, потому что здоровый образ жизни, он близок всем и в первую очередь туристам. А пока взрослые играют в волейбол и наслаждаются выступлениями именитых бардов, их малыши не скучают. Для тех, кому с первых шагов прививают любовь к посиделкам у костра, на поляне работает целый детский городок. Эта площадка у нас в этом году юбилейная. Нам 25 лет. 25 лет мы стоим вот на этом самом месте, собираем детей, друзей, играем вместе с ними. Вечером нас ожидает ярмарочная площадь. То есть мы предложим каждому ребенку попробовать себя в различных состязаниях за зарабатывание жетонов. Жетоны, которые можно будет обменять в лавке на различные призы. А еще аквагрим, мастер-классы, познавательная площадка от библиотек региона и даже детский армрестлинг. Ну и, конечно, Грушинский – это бардовская музыка. Песни Высоцкого, Акуджава, Митяева, Розенбаума и собственные сочинения участников с утра до поздней ночи звучат на фестивальной поляне. Сегодня завершился второй тур конкурса бардов. В этом году в нем принимают участие около трех сотен исполнителей из разных уголков страны. Так Сергей Карцев приехал из Норильска. Путь преодолел неблизкий, чтобы познакомить со своим творчеством местных ценителей. В общем-то, действительно, какой-то образ жизни, какой-то образ мышления своеобразный. Потому что мы собираемся здесь попеть друг другу, вспомнить старые песни, услышать новые. Как бы это свой мир, в котором мы живем. Нам этот мир интересен. За эти 43 года по сути своей он не изменился. Это место встречи старых друзей, место, где можно послушать свои любимые песни. Ну и, конечно, самое главное, фестиваль всегда был местом какого-то комфортного, душевного человеческого общения. И пока над Мостряковскими озерами реет флаг Грушинского фестиваля, здесь будет царить неповторимая атмосфера, за которую сюда и съезжаются со всей России. Мария Акимова, Игорь Лунев, Новости губернии.